Еще раз напомню, что в октябре 5 июня в результате нападения группы вооруженных преступников на оружейный магазин и войсковую часть погибли 7 человек, трое из которых военнослужащие и четверо гражданских. После тех событий политолог Талгат Калиев разработал несколько советов, как вести себя в случае подобной опасности. Подробную инструкцию не только проанализировал, но и испытал на себе мой коллега Асхат Ньязов. Продолжение следует... Продолжение следует... Лучше упасть на землю за ближайшее укрытие, им может стать бордюр или вот такая лестница, а затем оценив обстановку, потихоньку, осторожно передвинуться подальше от места обстрела за надежное укрытие. Но старайтесь не использовать в качестве укрытия автомобиль, как правило, в моменты перестрелки его могут взорвать или же поджечь. Если же вы сами передвигаетесь на автомобиле, то предпочтительнее оставить его в ближайшем надежном месте, будь то парковка или двор, потому что преступник может взять вас в заложники, чтобы воспользоваться вашим автомобилем в своих целях. Если же получилось так, что вы столкнулись на улице с преступником лицом к лицу и встретились с ним глазами, отведите от него взгляд. Не давайте ему повода заподозрить вас, что вы хотите запомнить его облик, так как свидетели ему не нужны. Находясь в большом скоплении людей, не нужно поддаваться всеобщей панике, бросаться в узкие проходы, в этом случае может начаться давка. Кроме того, места плотного скопления людей просто идеальнейшая цель для вооруженных преступников. И помните, нужно всегда стремиться сохранять хладнокровие и трезвое смышление. Паника и эмоции могут стоить жизни и ни малейшей пользы вам не принесут. Асхат Ниазов и Каната Бильдинг. Итоги дня. Субтитры создавал DimaTorzok